За одни выходные горел дважды. Без машины остался сторож офисного здания на Южной. На тушение его лифан Салана. Огнеборцы сначала прибыли вечером 2 ноября. В ночь с 3 на 4 ноября поступил повторный вызов. По предварительной версии это поджог. Злоумышленники разбили стекло и забросили бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Салон авто полностью выгорел. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Парализовал движение по Архангельскому шоссе на несколько часов. Водитель «Ситроенджампер» двигался со стороны Беломорского в сторону тепличного проезда. Напротив Архангельского шоссе 36 потерял управление. Машину занесло. Она задела «Гретвул», «Шкоду» «Ети» и автобус «Хюндай». В результате столкновения пострадал виновник ДТП и трое пассажиров «Шкоды». В том числе годовалый ребенок. Водитель автомобиля «Ситроен» находился в состоянии алкогольного опьянения. Был задержан. В настоящий момент проводятся следственные действия. Тяжких травм нет. Все отделались ушибами. У пассажира 2013 года рождения ушибленная рана языка. От огня спас полицейский. В праздничные выходные в 11 часов дня на Карломаркса 7А произошел пожар. Как выяснилось позднее, накануне хозяева квартиры употребляли спиртные напитки. Молодой человек закурил и уснул с сигаретой в кровати, из-за чего произошло возгорание. Помимо данных граждан, в квартире находились малолетние дети, а именно мальчик 4-х лет и девочка 14-го года рождения, то есть 5-ти месяцев. Как только произошло возгорание, родители попытались спастись из квартиры, разбили окно, находящееся в комнате, где произошел пожар. Мимо проходил сотрудник полиции. Он и проходящие мимо граждане оказали помощь. После сотрудник доставил жильцов в медицинское учреждение. У девочки обожжено около 30% тела. Она проходит лечение. Тело без признаков жизни обнаружено на теплотрассе у перекрестка Труда и Первомайской. Прохожие вызвали спасателей. Те транспортировали тело до подъездных путей, передали полицейским. Как сообщает Следственный комитет, криминала здесь нет. Проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины по теплотрассе в городе Северодвинске. В настоящий момент устанавливается личность потерпевшего. Предварительная причина смерти – это заболевание сердца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Предварительно известно, что мужчина – гражданин без определенного места жительства. Три пятерки, вот этот субар, это вот классно. Знаете? Так точно. Три пятерки, вот этот субтитры сделал DimaTorzok.